Всем привет! С вами Сатый Огород Круглый Год и я с вами Наталья. Сегодня я буду проделать такую операцию, как черенкование. Черенкование сурфинии. То же самое можно проделывать и с питуней, и с калиброха, у кого есть. Значит, показываю вам кустик. Посмотрите, какой шикарный у меня кустик. Это у меня сурфиния гибридная Diamond Perle. Было 5 семян. Зашло у меня, в общем-то, видите, всего лишь один кустик. Хотя нет, питуней у меня достаточно. Посмотрите, вот мои питуньки, которые я посеяла позже. Ну, дело в том, что у каждого свои цели. Для раннего цветения, вот я решила один пакетик, а для более позднего, ну и уже с подсветками легче, я посеяла большее количество. Но это уже другой фирмы. А вот этот вот у меня только зашел из 5 семян один кустик. Что же делать? Куст шикарный. Посмотрите, вот это вот ему 2 месяца. Вот этот кустик у меня 2 месяца, который вырос на окошке, не в теплицах, на особых подкормках у меня не было. Да, один раз я подкормила только как удобрением для рассады, как всей рассадой удобряла. Хотя сейчас надо усиленно, конечно, удобрять для цветущих растений. Обычно я делаю это таким средством, как плантон, таким удобрением. Мне очень нравится, потому что цветочные почки надо, чтобы срочно закладывались. Но дело сегодня разговор о другом, о черенковании. То есть вот такие вот красивые плетья пошли, но их должно быть еще больше. Для того, чтобы их было больше, мы должны прищипывать. Центральных, вот здесь вот я ничего не прищипывала, ростки. Вот эти вот плети, которые пошли в сторону, вот их можно было прищипнуть даже раньше. Ну, когда было бы, ну вот на таком-то расстоянии. Почему я это не сделала? Потому что, в общем-то, я хотела начеренковать эту петуньки, так как она у меня всего один кустик, для того, чтобы их было больше. И вот первый я уже два дня, видите, обрезала вот отсюда. И усиленно пошли ростки из боковых почек. Так, и сегодня я еще две плети буду черенковать. Вот, и даже три, наверное, уже возьму. Что для этого надо сделать? Ну, я беру, чтобы было три междоузелья. Два, даже одно междоузели, это я помещаю в грунт. Вот таким вот образом я сейчас помещу в грунт. И сурфиния, петуния, калибруха очень легко размножаются именно черенкованием. И вот если у вас такой случай, как у меня, что вот один куст всего лишь, вот этой сурфинии, как я вам показывала, кстати, на картинке он не очень, а на самом деле очень красивый куст, очень нежный. И вот сейчас я на черенку, и у меня будет раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это то, что я на черенкую. То, что будет позже, вот эти вот, я и буду прищипывать, уже черенковать не буду. То есть и куст будет красивый, потому что прищипывание, оно хорошо, так сказать, действует на сам куст, он становится богаче, ну и плюс увеличивает количество кустиков. Ну что ж, если вам понравилась моя идея, ну это не просто идея, это способ размножения черенками, значит, то же делаем. А с вами была Наталья, всего хорошего, желаем красивого цветения, посмотрим, как он будет свести. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok